О кандидатах ничего не знаю, сразу говорю. Слышали? Какие выборы у нас будут? Выборы депутатов в местную палату. Президент в марте. Ага. А за кого вы будете голосовать? Еще не решила. Может, за него же и буду голосовать. Знаю местные советы депутатов, трудящихся. Да, когда? Ну вот, не помню сейчас. В 18-го. Пойдете голосовать? А я еще не знаю, за кого. Ну, мы всегда как пионеры. Мы же старые заказки. Мы всегда готовы. Несправедливые. Они были несправедливы и будут несправедливы. Зачем? Я не пойду на выборы. Кое-кто привлекает внимание. Я на выборы не хожу, потому что я считаю, что от меня ничего не зависит, и мне это неинтересно. Кому интересно, пускай идет. Кто хочет этого. Нет. Ну так это же тоже выбор. Не идти на выборы, правильно? Пойду, пойду. При своем выборе на что будете смотреть? Во-первых, кем работает? Возраст. Это два. Ну и остальное уже, говорит, интуитивно будем подходить. Никогда не отдаю свой голос тех, которые пишут. Я ничего не имею. Никакой собственности. Нет ничего. Если, извините, вы сами себе ничего не заработали, вы про меня подумаете. Никогда в жизни. Это слишком мало не то, что агитации, а вот вообще какой-то наглядной даже информации. Я не знаю, кто представляет мой район, что это за люди. Нигде про них не слышал. О кандидатах ничего не знаю, сразу говорю. Информации практически нет. Всего хватает, не хватает. Сознательности народа, которые не хотят идти. Я думаю, что нужны, только информации надо побольше. В почтовые ящики бросить, чтобы люди дома ознакомились. В спокойной и нормальной обстановке, а не на улице у щитка. И про прошлое ничего не знаю. Это такие выборы, которые, мне кажется, они лишние. Если эти депутаты, они даже не освобождаются от своей основной работы, будут всего лишь один раз там собираться на сессию в течение года. Как-то никакой пользы от этого. Не фотографировать. Все равно это выброшенные государства, бесполезные деньги. Вообще, конечно, были там кое-какие сдвиги, дорожки, допустим, починили, наверное, благодаря местным. Ничего не помогают, они забирают. Редактор субтитров А.Семкин